я приветствую всех любителей вязания на своем канале и в этом выпуске мы с вами свяжем изделия для самых роскошных женщин самого роскошного размера причем я покажу вам сейчас то изделие на моей прекрасной модели а потом я покажу вам этот же размер на себе как смотрится оверсайз огромная благодарность прежде всего моей модели ольги красавицы ольги которая согласилась нашла время чтобы продемонстрировать эту модель для вас и вы могли бы оценить ее именно в том размере в котором она задумывалась если быть предельной тут предельно точной то эта моделька вязалась на женщину с обхватом груди 113 сантиметров это получается у нас 56 размер делим на 2 до получаем по госту по стандарту размер 56 у моей модели и ольги обхват груди 116 сантиметров это 58 размер чуть больше но он тоже сидит довольно таки неплохо то есть это кофточка подойдет на размер 58 56 на на 52 тоже будет хорошо выглядеть конечно же я тоже захотела примерить свое детище и чтобы сориентировались у меня объем груди 88 90 и вы знаете мне она понравилась на себе тоже это такой приятный легкий невесомый оверсайз как будто бы одеялко пледе какой-то легкий накинут очень приятное ощущение очень так что маленьким размером тоже на заметку оверсайз вязать носить тоже очень классно и комфортно я уже предвижу ваши вопросы где купить такие нитки вы мне много пишите и в комментариях в ютубе и в инстаграм не присылаете эти вопросы поэтому я вам сразу же вас сразу же хочу познакомить с замечательным магазином букле я оставлю ссылку на него в описании это потрясающий выбор причем и моточной и бобинной пряжи и так случилось уже что я ни одно изделие уже вижу из пряжи этого магазина с этими девочками работаю вам помогут и подберут и по картинке подберут и различные комбинации подберут я сейчас покажу какой у них огромный выбор но самая приятная новость то что если вы сошлетесь на меня запоминайте ковалева наталья то вы получите десятипроцентную скидку в этом магазине очень приятный такой бонус так не забудьте ковалева наталья youtube специального промо кода нет просто сошлитесь на меня на мое имя на мой канал и вам девочки сделают скидку я специально вставила буквально несколько кадров чтобы вам показать этот невероятный выбор всевозможные виды пряжи выбирай не хочу очень богатый выбор очень ну и плюс к приятный бонус 10 процентная скидка давайте девочки я теперь вам покажу основные замеры кофточки так не смейтесь над моей сантиметровой лентой она очень древняя у меня и так вот 60 61 сантиметр у нас получается полобхват груди так трикотаж очень мягкий он все время играет он очень подвижный то есть стоит мне вот незначительное сделать движение как ваша кофточка она станет шире что ли то есть он очень эластичный так давайте измерим длину изделия планировалось 65 так рукой ну вот они 65 и есть до от высшей точки плеча я мирю вот они 65 66 сантиметров так что вам еще девочки померить и вот так вот выложил рукавчик смотрите от горловинки до и до получается 73 сантиметра это такое условное измерение конечно потому что наше горлышко она не совсем впритык идет к основанию плеча и шеи поэтому ну хотя бы что вам сориентироваться давайте так плечо пускай мы отдельно замерим плечико с горловинкой это у нас будет все куплю новый сантиметр честное слово так 18 с половиной и даже 18 так и давайте отдельно рукавчик я померю длину рукава так 54 ну вот такие вот измерения еще пройму покажу вам так пройма у нас будет этого 22 23 сантиметра с подрезанных у нас не конечно же очень понравилось что мне получилось вообще не конечно же потому что я очень критично отношусь к своим работам всегда но в этом случае все все было замечательно посмотрите изнаночную сторону девочки поближе на такая нежная вы не представляете жалко вы не можете пощупать ее вместе со мной так петельки смотрите покажу вам их поближе рассмотрите так с этой стороны посмотрите как пуговки я пришиваю в конце видео обязательно вместе это сделаем покажу вам то я никогда на пуговицах не заостряла внимание покажу вам как я эти хвостики прячу так не забывайте про идентификацию себя да и ваших работ так горлышко треть изнаночную сторону чок мне просто нравится и щупать такая приятная просто прелесть так давайте покажу изнанку вот наша подмышечная впадинка подрез и как вы видите никакого шва у нас нет все цельное то есть набираем петли сразу же полочки спинки и 2 полочки вяжем так посмотрите как выглядит у нас пройма с изнанки то есть это не шов это даже не шов это набор петель который мы по периметру проймы будем делать так рукавчик давайте посмотрим эти по окружности нет нигде никаких тоже швов утолщений посмотрите как я делаю завершение петель закрытие их очень аккуратный вид такой фабричный край получается нет швов так плечико мы с делаем знаете как не швом змейка плечико мы сделаем с вами крючком немножечко зафиксируем его чтобы она не растягивалась у нас видите тоже с изнаночной стороны но практически не видно этого шва ну что ж подробненько все показала пишите если что то еще не показываю вам покажу обязательно если у вас все получится если я донесу до вас эти знания если доступно вам все объясню и покажу если вам все понравится я вас приглашаю поддержать меня мою работу мой проект мой канал и оформить спонсорство а если у вас нет такой кнопочки как спонсировать в вашем регионе то я оставлю номер своей карты внизу в описании под этим видео ну что ж давайте начнем с пряжи у нас сегодня махер на шелке мой любимый да кто дав со мной уже давно мне зновь повезло работать с потрясающей пряжей и в комбинации у нас сегодня меринос и так махер на шелке здесь традиционный состав 70 процентов суперкид махер 30 процентов шелк 25 грамм у нас 212 метров цвет кого-то интересует возможно 16 19 вот такая у нас марка экофил best best самый лучший made in italy так вот такие подробные еще данные может быть кого-то заинтересует так вот у нас производителя рекомендует как обращаться с этой пряжей и у нас сегодня меринос значит смотрите девочки здесь 2400 метров на 100 грамм в одну нить а в две нити я буду вязать в две нити намот на моточка у меня получится уже 1200 1200 на 100 грамм я связала вот такой вот замечательный образец обязательно вяжите образец свяжите постирайте его высушите так чтобы мы могли объективные сделать расчеты у меня 17 петель в 10 сантиметрах и по рядам у меня 23 ряда значит 17 петель на 23 рядочка вот такая плотность вязания спицы я использовала троечку возможно что вы добьетесь той же плотности вязания спицами например три с половиной возможно четверкой я вяжу достаточно свободно набираем 213 петель любым способом каким вы умеете какой каким вы любите провязываем три три с половиной сантиметра резинки тоже любой какой вы любите какой вы умеете если вам нравится моя резиночка девочки у меня все кофточки плейлист вязания все кофточки связаны такой резинкой такой набор таким набором любую открывайте посмотрите повторяться уже не буду теперь будем вязать петельку как будем вязать петлю опять же вы можете вязать петлю для пуговицы так как вы умеете и любите я покажу как это делаю я провязываем кромочную лицевая у нас идет изнаночная лицевая изнаночная лицевая и того у меня 6 петель я разворачиваюсь вывязываю изнаночный ряд резиночки у меня это лицевые я провязываю а изнаночные снимаю лицевые провязываю изнаночные снимаю вы вяжете вашей резинкой какой вы вяжете снова возвращаюсь в лицевой ряд провязываю снова 6 петель так у меня в лицевом ряду лицевые и изнаночные вяжутся так как они есть вот а дальше я делаю 1 накид 2 накид и продолжаю вязать как будто бы нет никакой петли для пуговицы вяжу до конца ряда в изнаночном ряду подходим сюда покажу что будем делать в изнаночном ряду я подошла к месту накидов и смотрите я провязываю лицевую петлю вместе с накидом так разворачиваюсь снова вяжу лицевой изнаночный ряд и снова подойду к накиду с изнаночной стороны и снова мы в изнаночном ряду и снова проделываем то же самое провязываем лицевую петлю вместе с накидом вот так вот заканчиваем ряд по рисунку я в изнаночной стороне поэтому изнаночные петли снимаю лицевые провязываю хорошо и так вот моя лицевая сторона и вот петля для пуговицы давайте еще провяжем 3 сантиметра и будем переходить от резинки к основному рисунку когда вы провяжете резинку необходимой высоты у меня это 8 сантиметров давайте провяжем так называемые нулевые рядочки которые отделят резинку от основного рисунка видите это будут просто лицевые петли в изнаночном ряду это изнаночные в лицевом ряду это лицевые петли планки 12 петель планочек мы продолжим вязать также как и резинку да поставьте маркер пускай у вас планочка будет обозначена и первую петлю после планки смотрите с той и с другой стороны так вот она у меня первая петля после планки всегда будет она изнаночной всегда в изнаночном ряду она будет всегда лицевой вот остальные все петельки просто лицевые нулевые рядочки один или два ряда и не давайте одновременно с этими нулевыми рядами расставим маркеры значит по 12 петель по краям отделите это будут петли планки далее отсчитайте 48 петель это будут петли полочки хорошо дальше отсчитайте 93 петли вот они 93 петли отсюда до сюда это петли спинки здесь еще обозначила дополнительно для себя центральный рисуночек вы можете эти маркеры пока не ставить сейчас начнем вязать я вам поясню ну чисто для удобства поставила и так 93 петли спинка далее снова у нас 48 петель полочка это у нас будет левая полочка и 12 петель планочки вы мне иногда пишите что у меня не сходится количество петель по спинке и по переду там не хватает вам каких-то петель поймите мы подстраиваемся под рапорт и у нас просто не всегда может сойтись одинаковое количество по полочкам петель и по спинке нам нужно чтобы рисунок симметрично смотрелся и поэтому иногда будет небольшая погрешность это не страшно лучше нас будет рисунок не разорван в неподходящий месте нежели у нас зато будет ровное количество петель до по спинке по полочкам поэтому даже не утруждайтесь нет не совпадет у вас количество по переду и по спинке зато рисунок будет симметричен симметрично будет выглядеть пройма рукав будет симметрично смотреться относительно рисунка начинаем вязать рисунок основной рисунок давайте мы начнем вместе с вами я основные обозначения покажу вам рисунок нетрудная схема несложная итак петли планки я вяжу продолжаю тем же рисунком что и резинку у меня это в лицевой стороне лицевые изнаночные петли так 12 петель хорошо маркер перебрасываем первая петелька после планочки всегда будет изнаночная так всегда она будет изнаночная и я это отобразила на нашей схемке значит посмотрите я выложу эти схемы в папке сообщества чтобы вы могли их распечатать значит вот начинается мой первый ряд возьму карандаш вот моя изнаночная петля здесь у нас планочка будет вот моя изнаночная петля пустые клеточки это лицевые петли кругляшки это накиды вот такие значки обозначают две петли провязываются вместе либо будет наклон вправо либо будет наклон влево так вот я сейчас провяжу вот этот кусочек это у нас а будет половинка нашего рапорта далее далее я буду вязать 7 полных рапортов вот мой полный рапорт как выглядит от всех до всех 7 полных таких рапорт раппортов простите и закончу я следующим обрывочком скажем половинкой раппорта уже с другой стороны кофточки вот будет съемка у вас специально она чуть-чуть преобразована видите у меня по центру ромбика идут много-много дырочек но так как мы раппорт обрываем с вами у нас половинки то я эти дырочки уже не вставляла здесь будет аккуратнее выглядеть итак схемки в сообществе начинаем вязать я провязала изнаночную петлю вот она раз два три четыре пять шесть семь правильно 7 петель лицевых накид 2 вместе наклон вправо дальше у меня идут смотрим две лицевых раз два раз два хорошо теперь я эту схемку откладываю сторону беру схему основного раппорта и вяжу первый ряд вот эту строчку линию 7 раз повторяю 7 раз здесь значки те же самые давайте покажу вначале покажу и так 2 лицевых 2 лицевых накид 2 вместе наклон вправо вот так я делаю наклон вправо 2 лицевых 2 лицевых наклон влево для этого я разворачиваю петли и наклоняю влево видите у меня наклончик туда накид все дальше все у нас повторяется маркер который отделяет полочку от спинки у вас как раз придется на серединку ромбика вот здесь вот он окажется вас здесь у нас дальнейшем будет ну это скажем так воображаемый боковой шов она здесь будет проходить его конечно же не будет так все продолжаем вязать спинку вот этими маркерами я обозначила раппорт который будет проходить по центру спинки но это вначале так сделала чтобы мне не ошибиться у меня как раз все сошлось вот после бокового шва я закончила рапорт еще один рапорт провязала и пошел средний рапорт по спинке вы можете этого не делать и чисто для удобства это сделала вот я провязала 7 полных рапортов так теперь я беру вот снова вот эту схемку и вижу первый ряд вот поэтому узора да по обрезку нашего рапорта скажем так значит вот от этой точки до изнаночной и петли планки давайте посмотрим все ли правильное сделала первый ряд очень важен главное в нем не допустить ошибку от него хотя бы можем уже отталкиваться знаете 2 лицевых вот я в этой точке остановилась должно сейчас совпасть 2 лицевых накид 2 вместе 2 лицевых 2 вместе влево накид 1 2 3 4 5 6 7 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 ура изнаночная маркер и 12 петель планочки так 12 планку вяжите свободно чтобы не стягивала если вы жалуются у них стягивает радуга вяжете хорошо следующий ряд второй ряд у нас в четный ряд это изнаночный ряд петли планки вяжем по рисунку я своей девочкой вы своей изнаночные в этом ряду я снимаю лицевые провязываю у вас возможно своя резинка так дальше первая петля после планочки здесь она будет лицевая потому что это изнаночный ряд а далее все 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 петельки вяжем изнаночными и накиды тоже вяжем изнаночными петлями не забудьте в конце ряда с этой стороны тоже вот эту петельку провязать лицевой чтобы она с лицевой стороны была изнаночной работаем я вяжу по схеме свои первые рядочки и смотрите остановлю ваше внимание в ряду номер 7 вот я сейчас в седьмом ряду провязала вот этот кусочек оборванный раппорт и теперь я перехожу смотрите седьмой ряд к основному раппорту к полному к полноценному у меня появляется вот такой вот значок мы остановились на накиде вот накид и вот этот значок обозначает что нам нужно три петельки провязать вместе вот смотрите я делаю вот мой накид вот отсюда еще так а дальше беру 3 петли так но я их провязываю так чтобы центральная петелька была впереди у меня лежала вот я и вывела вперед и только потом провязываю вот так так дальше у нас лицевой накид прошу прощения и мы продолжаем вязать по схеме у нас такие значки с вами будут еще вот здесь вот ну что два накида окружают эту петельку так и по центру раппорта будут так будет несколько таких значков пока вязала нашла ошибочку связь схеме седьмом ряду девочки вот здесь вот тоже будут три петельки вместе потому что мы переходим вот основной мой раппорт вот отсюда накид накид 3 вместе и здесь наш обрезочек обрезанный раппорт переходим тоже три вместе будет я проверю выложу уже проверенные все схемки будут сообществе все правильные вторую петлю для пуговицы мы с вами будем делать через 24 рядочка то есть смотрите закончили вот эту петельку и через 24 ряда начинаем следующую закончили эту петельку вязать через 24 рядочка начинаем следующую вот здесь нас 24 ряда так дальше я по схеме по рисунку провязываю ну давайте посмотрим раз два три полных раппорта и здесь у меня 40 сантиметров вот если измерить от самого низа кофточку до сих пор это 40 сантиметров а дальше я отделяю петли полочки вот я их уже провязала красный новый раппорт начинается вот здесь у нас с вами маркер был вот здесь у нас боковой воображаемый шов проходит и я сняла на булавочку это наш будущий подряд с вами 11 петель остальные петли я пока перекинула на такую большую булавку мы сейчас будем вязать с вами только полочку продолжаем вязать полочку не забывайте делать петли для пуговок и подойдем горловине скоро после предпоследней 5 петли для пуговиц вот она я провязала 16 рядов а если вы ориентируетесь по протянутым петлям то это будет 1 2 3 4 5 6 7 8 протянутых петель и в этом ряду следующем ряду мы начнем с вами вывязывать горловину давайте провяжем петли планки как обычно по рисунку вас возможно это свой рисунок у меня свой так хорошо следующие 8 петель мы закроем с вами 1 2 3 4 5 6 7 8 вот эти петельки можно будет перекинуть на вспомогательную булавочку вяжем до конца ряд провязываем изнаночный ряд следующем лицевом ряду мы закроем 3 петли так 1 2 3 вяжем до конца лицевой ряд разворачиваемся провязываем изнаночный я снова в лицевом ряду и теперь я закрою 2 петли 1 2 а дальше давайте чтоб каждый ряд уже не повторяться мы будем делать по следующей схеме вот наши первые 8 петель 3 петли мы закрыли только что 2 далее двигаемся по схеме снова 2 1 1 1 через 2 рядочка то есть в следующем ряду здесь не будем закрывать ничего до пропустим и еще два раза по петельке уберем и у нас получится с вами красивая плавная закругленная горловина в общей сложности количество этих петель будет составлять 20 20 петель я провязала горловинку закрыла последнюю петельку и у меня получился вот такой вот плавный вырез да видите какой круглый красивый здесь еще мы привяжем с вами воротничок и будет очень все красиво после последней закрытой петельки провяжите еще сантиметров 5 высоту и полученные петли можно будет перебросить на булавочку вспомогательную не закрывайте пусть они останутся открытыми я покажу как сделать шов вот наша пройма какая получилась здесь примерно у нас 23 24 но чуть постирается будет 24 сантиметра так с полочкой мы закончили давайте я еще разочек напомню вам что вот у нас тут половинка раппорта целый раппорт и следующий раппорт вот его серединка от серединки вправо и влево мы по 5 петелек итого 11 отложили это наш подрез будущий далее мы занимаемся с вами спинкой вот мои петли спинки раз раппорт то есть остатки от этого раппорта 1 полный раппорт 2 полный раппорт 3 полный раппорт и я снова в следующем значит вот этом раппорте закрываю не закрываю а оставляю на булавочке 11 петель серединка раппорта вот она средняя петля и вправо и влево от нее по 5 петелек откладываю так таким образом мы с вами выделили петли спинки вяжем спинку дойдем до горловинки расскажу что делать петли полочки это получается у нас будет с вами левая полочка пока она булавочки пускай побудут проговорю еще один момент потому что меня как-то спрашивали в комментариях теперь я проговариваю эту вещь мы берем новую ниточку да здесь я здесь я ниточку обрезала оторвала кусочек берем новую ниточку вот так вот и и прикладываем и просто начинаю вязать ну давайте первая петля у нас вообще кромочная мы снимаем но раз начало то мы провяжем я вот так вот все вяжем дальше по рисуночку как если бы мы продолжали вязать спинку спинку или цельное полотно неважно вот наш хвостик останется вот он мы его потом с вами спрячем когда в вяжем рукав уже изделия будет готова так вот в каком ряду вы остановились там и продолжайте вязать теперь давайте расскажу про спинку вот мы сделали с вами подрезы дальше от подрезов давайте посчитаем меня получается один полный раппорт второй полный раппорт далее провязала скажу по схеме я провязала 1 3 и 5 ряд а вот в седьмом ряду раппорта вот получается 7 это ряд раппорта я закрыла средние 27 петель и моя спинка теперь разделилась на два отдельных плечика так теперь точно так же как мы с вами закрывали и закругляли горловинку по переду мы будем закруглять спинку вот сейчас моя ниточка вот в этом плечике так мы сейчас значит провяжем закончим лицевой ряд вернемся и будем убавлять петли и закрывать петли следующие последовательности сперва две петельки затем два раза по одной в итоге мы должны прийти к с вами к двадцати трем петлям потому что по переду полочки вот если я ничего не напутал у меня осталось 23 петли но если немножко напутали не страшно закройте чуть больше чтобы в итоге у вас одинаковое количество петелек было а затем свяжем точно так же с вами вот это плечико 2 плечика провязала плечико вот с одной стороны вот такое закругление у меня получилось плавное петельки перекиньте на булавочку так а ниточки а ниточки отрежьте достаточно длинную ниточку ну метр точно оставьте мы это ниточкой потом будем делать с вами соединительный шов все теперь можно вязать вторую половинку мы сейчас будем начинать с изнаночного ряда с изнаночного ряда и сразу же закроем две петли по нашей схеме затем следующим изнаночным будем закрывать еще одну петлю и затем еще одну петлю теперь нам осталось связать вторую планочку до конца горловинку закруглите по такой же схеме как мы закругляли первую полочку вязали так и теперь петельки перекиньте все на спицы петли у спинки и петли у переда будут моточек с вами оставляли не моточек а нитку я просила длинную ставить принципе можно той же ниточкой которой мы закончили вязать полочку ну как угодно хоть этой хоть этой будем сейчас с вами делать плечевой шов для того чтобы сделать плечевой шов вывернитесь дели наизнанку то есть лицевая сторона внутри изнаночная снаружи нам потребуется крючок я взяла крючок не был под рукой 1 и 6 миллиметра можно чуть больше чуть меньше берем вот эту нашу ниточку перекидываем ее через пальчик подхватываем одну петлю с одной спицы и одну петлю со второй спицы и протягиваем нить через две петли не туго свободненько снова подхватываем одну петлю вторую петлю и протягиваем теперь нас будет уже по три петли еще разочек ловим одну петлю вторую петлю и протягиваем три вот это вот цепочка из петелек не должна быть тугой пусть она будет у вас такой же свободной как если бы это были лицевые петли не стягивайте все и сшиваем так до конца ряда до конца петель давайте еще поймаю две петли протяну вот сейчас чуть стянула видите мне хочется ее ослабить чуть свободнее ну вы будете это делать без видеокамеры поэтому вам будет легче тем заканчиваем ну что ж вот такой вот у меня пока что гадкий утенок я надеюсь он превратится в прекрасного лебедя очень скоро и теперь мы будем с вами вывязывать горловину чтобы вывязывать горловину я взяла спицы потоньше наверное два с половиной будет возможно даже двоечка потоньше я беру новый моточек оставляю небольшой кончик да и начинаю набирать петли по периметру горловины как мы это будем делать значит я набираю петлю протягиваю нить делаю накид следующую петлю снова протягиваю нить делаю накид протягиваю делаю накид все и по периметру мы работаем таким образом причем петли планочки я вот здесь пока не провязываю потому что у нас здесь провязан ряд в котором лицевые и изнаночные да то есть лицевой получается ряд провязан а вот у этой планочки смотрите у нас остался петли еще протянуты здесь надо только провязать лицевые изнаночные так получается будет провязываться у нас да сейчас будем провязывать лицевой ряд и мы их подхватим в конце ряда а начинаем пока что не подхватываем набрала по периметру петли и посмотрите я подошла ко второй планочки вот моя последняя протянутая петля и последний накид и теперь я вижу петли планки лицевую изнаночную лицевую изнаночную вы вяжете если у вас другой рисуночек своим рисунком продолжаете вязать хорошо разворачиваемся петли планки провяжем по рисунку так в изнаночном ряду я провязываю лицевые а изнаночные снимаю и вот я подхожу так последняя моя петля планки 12 и вот я подхожу к своему накиду накид я провязываю лицевой а петля которая у нас была протянута с той стороны мы ее снимаем нить перед петлей накид провязываем петельку снимаем провязываем снимай по сути мы с вами вязать сейчас будем полую резинку буквально несколько рядочков полой резинки я закончила вязать первый ряд и подхватила петли планки единственная вот здесь узнаете мне захотелось добавить одну петельку 1 накид потому что у меня получается накид я провязала дальше я петлю вот эту сняла и по моему рисунке планки мне снова надо было снимать петлю поэтому я между ними вот вставила еще одну петельку знаешь обыграю это как-то покажу вам что буду делать вяжем второй ряд во втором ряду петли планки остаются как обычно провязываются единственная я вижу может быть уже не так свободно потому что спицы гораздо тоньше у нас паночка будет более такая тугая что ли и так 2 4 6 8 10 12 теперь мы что делаем петли которые у нас были накидами которым только что провязывали да мы теперь их снимаем а эти петли провязываем лицевыми получается изнаночная уже мы снимаем лицевую провязываем все и таким образом давайте провяжем несколько рядов несколько рядов получится полой резинки я провязала несколько рядов полой резинки если быть точной то три с этой стороны и три с этой итого 6 рядов и вот я в очередном изнаночном ряду до мы начинали с изнаночного поэтому изнаночного сейчас и будем дальше работать мы с вами про вяжем по 2 петли вместе так вяжем 2 петли вместе я подхватываю вот так вот разворачиваю петли придется немножко их разворачивать и за заднюю стеночку сзади ловлю и провязываю изнаночную снова подхватываю две петли и провязываю изнаночной вот так а на этой стороне а на этой стороне у нас будет просто лицевые петельки как продолжение полой резиночки все и мы таким образом с вами придем к нужному количеству петель да ведь это у нас удвоенное количество сейчас она придет в норму а затем мы вяжем горлышко тем же рисунком той же резиночкой какие мы вязали планочку и самом начале нашего изделия до резиночка была спицы я вновь взяла чуть потолше чуть потолше от маленьких ушла так и смотрите что мы сейчас будем делать с вами петелька потерялась вот так вернула ее что мы будем делать дальше я провязала 6 петель от края это как раз 6 петель то место где начинается вывязываться петля здесь я провязала ну буквально получается где-то сантиметр сантиметр получился и настало время нам делать последнюю шестую петлю но она у нас будет расположена не вертикально уже а горизонтально вот так вот мы для этого давайте знаете как можно закрыть просто петли вот эти вот друг дружку но я хочу попробовать сделать как-то симметричное такое закрытие я вот так вот продену среднюю петлю так и даже вот эту петлю и пока 6 не буду провязывать не вот так вот продену вот теперь только я 6 петлю провяжу так и это же вот средняя петля у нас давайте мы теперь ее вот сюда протянем так и вот сюда вот так получается вот так вот так ну вот как то чтобы нас симметрично смотрелось все и делаем набросы так 1 2 3 3 петель у нас не стало правильно 1 2 3 все дальше давайте вязать по рисуночку что у нас тут лицевая изнаночная лицевая изнаночная провяжем еще несколько рядов и будем закрывать здесь петли посмотрите какая получилась горловинка надеюсь у вас получилась такая же красивая мы провязали необходимую нам высотой горлышко воротничка и теперь давайте закрывать петли вы можете закрывать петельки как вы любите как вы умеете если вы хотите точно так же как у меня чтобы все это выглядело давайте вам покажу для начала нам нужно провязать пару рядов пола резинки вот изнаночный ряд у меня совпадает с похож на ряд пола резинки я провязывала лицевые изнаночные снимала и в лицевом ряду я буду сейчас делать то же самое я лицевые буду провязывать изнаночные снимать лицевые провязывать изнаночные снимать и повторю еще два таких ряда в итоге я провязала три ряда посчитала мне хватит даже 3 и отрываем ниточку от клубочка открываем достаточно длинную так метр метр где-то оторвите вообще нужно нам три вот таких длины 3 длины которые мы будем закрывать что мы делаем дальше и так продеваем ниточку слева направо в первую петлю она у меня как бы изнаночная была бы затем продеваем справа налево в лицевую петлю и снова справа налево в первую кромочную она же как бы у нас была бы изнаночной если бы это был цельный ряд снимаем их снимаем теперь у нас полноценная изнаночная петля слева направо продеваем нить хорошо дальше подхватываем лицевую петлю которую нас вот последняя было новую подхватываем и продеваем и снова в изнаночную входим справа налево давайте еще раз один цикл покажу и снимаем эти петельки давайте снова в изнаночную слева направо лицевую подхватываем последнюю и новую справа налево снова входим в изнаночную все снимаем кропотливая работа но увидите результат потрясающий будет такая красивая получилась горловинка надеюсь у вас тоже все получилось и мы переходим с вами к следующему этапу к вывязыванию рукава один рукавчик я уже связала затем покажу его вот он так вот моя линия проймы вот мой рукавчик идет на сужение и манжетик выполнен такой же резинкой как и горловинка как и планка как и подол изделия так вот наш плечевой шов мне здесь остался ниточка осталось от вязания наверное спинки я с нее начну вы можете сразу приступать и брать новый моточек начинать мы будем вязать рукав от центра вот от этого центра там где у нас идет плечевой шов набираем петли по всему периметру проймы делаем это по следующему принципу давайте сделаем так 2 петли набираем 1 2 1 пропускаем 2 петли набираем 1 2 1 пропускаем все делаем по кругу я дошла до подреза с ним поступаем очень просто наши 11 петель мы их провязываем провяжем лицевыми петлями и вот прям с булавочки их провяжу 1 2 3 4 5 6 7 8 так 9 10 10 11 все булавочку убираем и продолжаем по другой стороне проймы тоже набирать петельки давайте вместе начнем вот чтобы у нас здесь дырочки не было наверное будет вот в эту удачно войти вот так у меня получилось 93 петли но это количество не принципиально если у вас получилось 95 97 может быть даже или 91 ничего страшного то есть это количество нас точность его не интересует главное вы соблюдаете шаг иначе у нас будут сборки на рукаве либо же если вы слишком редко будете набирать петли сборки будут тогда на пройме следующий момент который мы с вами выполним мы провяжем весь круг лицевыми петлями все вяжем далее мы можем пойти с вами двумя способами один способ простой и легкий мы просто сейчас по кругу с вами будем вязать раппорт и единственное что начинать будем от плечевого шва до от центра раппорта второй способ более сложный мы будем вывязывать окат рукава он больше будет напоминать рубашечный крой это более сложная процедура но посадка у рукава будет лучше для этого мы бы с вами начнем вязать рукав укороченными рядами и так провяжем 6 петель в одну сторону 1 2 3 4 5 6 обовьем следующую петлю развернемся провяжем 6 петель изнаночными 1 2 3 4 5 6 и дополнительные 6 петель уже по другую сторону от плечевого шва 1 2 3 4 5 6 тоже обвиваем так вот обвели петельку разворачиваемся теперь давайте провяжем 6 петель которые мы взяли только что вернее 12 6 и 6 так ну вот они всем давайте вместе 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 можно кстати даже было сделать вот 13 петель для симметрии 1 петля у нас центральная будет и 6 по бокам ну ладно сделали 12 пускай будет 12 дальше давайте прибавим 1 2 3 видите начиная с обвитой петельки делаем обвитие так возвращаемся и вот у нас обвитая петелька с нее добавьте давайте добавим на к нашему рукаву какату рукава еще 3 петли 1 2 3 и того у нас же будет с вами провязано 12 плюс 6 18 петель так вот я добавила 1 2 3 петельки следующую петлю обвиваю и оказываюсь снова в лицевом ряду так вот теперь будем вывязывать рисунок я специально для себя ну и для вас нарисовала вот такую схему в которой у меня отсчет идет от центра раппорта вот центральный ром будет и в правую и в левую сторону у меня уходит еще раппорты так вот мы сейчас с вами находимся примерно вот в этой точке вот мой центр мы находимся вот здесь и мы сейчас начнем с вами вязать раппорт начиная где-то вот от этого места давайте отсчитаем возьмем вот эту петлю центральную вот наша будет центральная линия петель дальше 1 2 3 4 5 лицевых 1 2 3 4 5 здесь у меня будет накид и 2 вместе вот собственно так мы и сделаем вот эти пока петли просто лицевыми провяжем дальше 2 вместе 1 2 накид и далее давайте вязать по схеме первого ряда эту схему я опубликую в папке сообщества я провязала еще один накид по левую сторону от плечевого шва вот этот накид дальше я могу еще провязать вот 2 лицевых эти раз даже ну вообще мы в этом месте будем прибавлять новые петли вот мое мое обвитие поэтому вижу один два три просто лицевыми петлями пока без рисунка делаю обвитие вяжу изнаночный ряд изнаночными петлями не забывая вот с этой стороны где вот у меня обвитие было тоже добавить 3 петли но уже в изнаночном ряду таким образом наша как рукава участвовать в вязании будет еще больше петель я вновь в лицевом ряду давайте посмотрим по рисунку что мы сможем провязать сами мы сможем добавить уже не забудьте мы по рапорту уже находимся тоже с вами 1 2 в третьем ряду мы сможем провязать рисунок начиная с этой точки так значит вот эти петли я провяжу лицевыми ну да они пока не смогут участвовать в рисунке далее 2 вместе накид 1 2 3 4 лицевых 1 2 3 4 наверно к этому времени уже рисунок разучили запомнили вместе накид лицевая накид 2 вместе и вяжем рисуночек вот до этого накида получается по рисунку вот до этого накида до этого места и снова прибавляем 3 петли смотрите вот обвитая петелька добавляем к рукаву еще 3 петли смотрите если с этой стороны рисунка посмотреть на схему мы с вами можем провязать уже у нас будет такой эти столбик из накидов мы можем провязать вот этот кусочек тоже смотрите значит накид 2 вместе накид 2 вместе дальше лицевая провязываю лицевую так дальше меди тоже 2 вместе накид 2 вместе накид все и потом я смело прибавляю вот мое обвитие 3 петли к рукаву 123 делаю следующее обвитие разворачиваюсь вяжу изнаночный ряд в изнаночном ряду тоже после обвитой петельки добавляю 3 изнаночных теперь мы в пятом ряду раппорта давайте посмотрим что мы можем уже связать а мы сможем уже связать вот эту часть да то есть у нас расширяется участие раппорта и мы можем уже давайте рассчитаем значит вот здесь у нас будет накид здесь у нас будут 2 вместе снова 2 вместе и вот этот накид давайте 4 лицевых петли я провяжу сейчас раз два три четыре накид 2 вместе 2 вместе накид и дальше я вяжу по рисуночку и смогу провязать тоже примерно до этого места пятый ряд вот таким образом у нас с вами формируется окат по сути это вот видите такое закругление окат рукава он не очень крутой будет как у рубашечной выкройки но все же ну и и теперь вы понимаете зачем я нарисовала такую схему потому что мы будем двигаться постепенно сейчас вот в эту сторону наращивая раппорт да и нам удобно чтобы рядом у нас были все необходимые знаки так хорошо значит принцип я думаю понятен продолжаем наращивать окат рукава прибавляя по 3 петли справа и слева и продолжая наращивать раппорт рисунка до тех пор пока мы не дойдем с вами до подреза вот наши петельки подреза до сих пор мы наращиваем с вами окат вот какой у меня получилось нарастить окат так вот он я в лицевом ряду и я дошла до того места где обвитие петель у меня уже коснется петелек подреза вот мои петельки подреза поэтому я уже укороченные визы из вывязывать не буду мы петли подреза сейчас с вами провяжем и окажемся уже в круговом вязании и все ряды у нас будут идти проходить только по лицевой стороне так что еще какую важную вещь я скажу скажу хочу сказать вот здесь у нас будет скажем так граница воображаемый шов на рукаве и поэтому рисунок мы будем довязывать до сих пор вот у меня получится здесь провязать примерно еще половинку раппорта примерно я здесь поставлю маркер и буду вывязывать дальше у нас получится с вами смотрите вроде как четный ряд раппорта то есть мы вывязывали их в изнаночными петлями а теперь будем провязывать лицевыми ну давайте вместе сделаем так вот я поставила маркер на серединке подреза это моя граница и если говорить о раппорте то у меня получилось провязать ну давайте я покажу на центральном ромбе вот половинку получается раппорта вот до сих пор не хватило петелек так дальше следующий ряд у нас будет четный и я его провяжу лицевыми теперь у нас отсчет рядов начинается вот с этого места с места подреза все провязываю рядочек лицевыми теперь петлями я провязала лицевой ряд так и теперь я смотрю а на чем у меня остановился рисунок раппорт с этой стороны и я определяю что я могу его начать вязать я оказалась уже вот в этом ряду я слежу вот с этого момента я уже рассчитала до исходя от последней точке которая остановилась и я вижу раппорт с этой точке то есть этот будет два независимых у меня завершена завершение раппорта иначе завершение раппорта и начала раппорта если у вас здесь все срастется и совпадет это отлично но в принципе это не имеет значения потому что мы сейчас петли рукава еще начнем убавлять так вот я вижу начиная отсюда ввожу в рисунок вот эти петли вот как раз у меня срослось все с рисуночком так хорошо мы с вами уже начиная от самого начала провязали несколько рядочков петелек подреза так вот мы сейчас в этой точке в серединке подреза в каждом четвертом ряду будем убавлять петли по 2 петли вернее по 2 петли провязывать вместе с правой стороны от маркера и с левой я покажу вам на готовом рукаве как это выглядит вот смотрите мои раппорты вязались до подреза остановились вот здесь вот раппорт с этой стороны тоже остановился в какой-то точке и вот в каждом четвертом ряду смотрите 1 2 3 я убираю по 2 петельки здесь провязала 2 петли вместе и здесь снова 1 2 3 в четвертом ряду убираю 2 петли и таким образом у нас видите как рисуночек с вами до сходятся вот эти линии у нас с накидами рукавчик становится все уже и уже старайтесь лишний раз накиды все-таки провязывать рисунок потому что если у вас здесь просто будет лицевая гладь то это будет несколько выделяться из общей работы и ну не очень будет красиво лучше если эти накиды элементы рисунка будут все-таки повторяться посмотрите девочки я сделала у бабочки 11 раз вот если все пересчитать 1 2 3 4 5 6 их будет 11 штук и это примерно ну уже такая треть нашего рукава наверно связаны теперь мы будем с вами делать убавки в каждом пятом ряду не так интенсивно чуть более умеренно в каждом пятом ряду а иначе у нас если мы сохраним ту же интенсивность у нас слишком узкий будет рука и убираем значит также по 2 петельки мы как мы это делали с одной и с другой стороны в каждом пятом ряду до тех пор пока у вас на спицах не останется 50 петель а там уже будем вязать манжет и так я провязала еще какую-то часть рукава делала убавки в каждом пятом ряду вот в этой точке у меня уже стало 50 петель но рукавчик нужно было еще сделать чуть длиннее то есть недостаточно мне было остановиться вот в этой точке да вот здесь вот где-то это получается прервать раппорт не очень таком подходящем месте но и рукав недостаточной длины у нас еще поэтому я провязала еще несколько рядов смотрите уже без убавок вот у меня здесь нет уже убавок вот она заканчивается последняя и логичнее прервать раппорт ну на середине да то есть половину ромбика связать и таким образом давайте вам покажу у меня получилось полных 1 2 3 4 с половиной раппорта этой длины достаточно до плюс плечика у нас плюс воротничок и нам останется связать манжет 50 петель для нашего размера достаточно потому что запястье достаточно объемная 19-20 сантиметров мы сейчас будем вязать резинку и резинка его несколько стянет до манжете как раз примет нужную форму давайте один ряд после провязывания раппортов и рисуночек провяжем просто сейчас лицевыми петлями так ну один ряд я уже провязала лицевыми петлями вроде как часть рисунка да я все накиды по закрывала чтобы это не были накиды и еще один ряд давайте провяжем лицевыми то есть вот такая некая граница будет между манжетом и основным рисунком а потом уже начнем вязать манжет теперь начинаем вывязывать манжет манжет мы будем вязать точно такой же резинкой как мы вязали с вами подол изделия воротничок и планочку значит моем случае вязание будет по кругу для этого я лицевую петлю буду снимать нить оставлять за петлей изнаночную я буду провязывать лицевую снимать нить за петлей изнаночную провязывать так я буду вязать первый ряд будьте внимательны проследите чтобы у вас было четное количество петель 50 возможно к 52 вы петлям придете тоже не страшно где-то ошиблись там 48 пускай будет но главное чтобы это было четное количество я уже перешла на чулочные спицы потому что достаточно уже у нас узкий узкая окружность до манжетика во втором ряду мы будем провязывать изнаночные петли изнаночными лицевые лицевыми изнаночная лицевая все я повторяю первый и второй ряд если у вас резиночка такая же как у меня вяжите также но когда вы свяжете манжетик я планирую провязать 6 сантиметров манжет то петли закройте точно так же как мы это делали на воротничке ниточкой иголочкой либо своим способом я провязала манжет необходимой высоты и давайте я вам покажу еще как провязать полую резинку по кругу перед тем как закрывать петли иглой значит в первом ряду мы будем вязать с вами лицевые снимать изнаночные провязывать так вот так же как по рисуночку у нас резинки идет рядочек так а во втором ряду мы с вами лицевые будем провязывать а изнаночные снимать оставляя нить перед петлей лицевую провязывать изнаночную снимать вот и можно еще раз повторить первый и второй ряд и уже потом иголочкой закрывать петли также как воротничок я вам еще решила показать в этом видео как я пришиваю пуговицы для кого-то это может быть очень полезным нужно такое нежное изделие как мохер покажу смотрите изнаночная сторона она вообще должна быть красивой согласны вот так она выглядит пуговки есть а ниточек никаких нет как мы это делаем для начала давайте сравняем обе планочки друг с дружкой пришивание пуговиц я начинаю одну сверху одну снизу и иду к серединке и так вот я выровняла обе планочки они у меня ровненько лежат так и мы сейчас будем с вами этой пуговкой прицеливаться где ее пришить где она хочет лечь как у в которой именно точки вот здесь вот ложится моя пуговка так я примеряю вот нахожу иголочка это место в одном и том же ряду пришивайте пуговки ряду я имею ввиду вертикальном ряду так я зря пуговицу воткнула туда сперва я провожу иголочкой и оставляю хвостик с лицевой стороны не с изнаночной с лицевой далее я надеваю пуговку на иголочку я иголку вдеваю в пуговицу правильно так сказать и делаю несколько стежков три стежка будет достаточно второй стежок я делаю и еще один третий так хорошо и обрезаю ниточку оставляя кончик тоже на лицевой стороне пробуем застегиваем ее все ли ровненько ничего ли не тянет у нас вот остались у меня два хвостика вот этих я и все-таки завяжу оба хвостика на лицевой стороне на изнаночной ничего нет на изнаночной стороне только зацепочки остались хорошо и теперь мы возьмем крючок и вот эти нити мы вокруг петелек но под пуговкой обовьем смотрите я подхватываю вот эту петлю не затягивая протягивая видите внизу и по кругу у пуговички иду вокруг пуговицы вот так вот все одна ниточка вокруг пуговки спряталась теперь вторую второй хвостик тоже хочется конечно просто обрезать и не заморачиваться но я вам скажу что если вы просто обрежете кончики они у вас развяжутся ниточка довольно таки скользкая все-таки шелк дает о себе знать ваш узелок будет некрепким поэтому лучше дать волокна мохера вот так вот между собой скрепиться во время носки изделия и кончики ваши вот эти вот те что мы сейчас прячем они станут единым целым с вашим петельками все спрятали ну и и финальный штрих без которого конечно же эффект не тот все пришила и посмотрите с этой стороны не бежевые ниточки с этой стороны голубенькие вот так вот все теперь можно идти в свет что касается расхода девочки я не взвесила кофту до пришивания пуговиц с пуговицами конечно же это будет уже не объективные данные но я вам скажу вот что вот таких вот моточков вот таких моточков у ушло пять штук впритык впритык поэтому если кофточка будет где-то чуть подлиннее может не хватить но вообще пять мотков достаточно у меня их было восемь похоже и 3 моточка у меня еще осталось так что касается мериноса мериноса у меня его было сто тридцать пять грамм сейчас я включу весы у меня здесь под боком взвешивают этот остаток вместе с вами у меня осталось 40 грамм мериноса 132 минус 40 получается 90 грамм вам панель потребуется 90 грамм вот такой вот ниточки ушло получается и 5 мотков мохера я надеюсь что у вас все получилось не забывайте ставить лайки если понравилось дизлайки если вам не понравилось пишите ваши комментарии напишите откуда вы из каких регионов откуда вы меня смотрите очень это интересно ну я желаю вам терпения ровных петелек и не бойтесь вяжите распускайте снова вяжите потому что так приходит опыт так приходят знания потом уже с первого раза будет все вязать ровных вам петелек терпения вам и пусть у вас будет всегда достаточно времени сполна времени на то чтобы заниматься любимым делом